Музыка Каждый год с наступлением тепла увеличивается число пожаров на открытых территориях. И уже этой весной в Висогинской пожарной выезжали на тушение загоревшейся сухой травы в лесу. Обычно в это время уже начинаются рейды. Да, как и каждый год департамент пожарной безопасности начинает рейд «Не сжигайте сухую траву, не дягиньте сухую лес». Мы тоже на своей территории самоуправления начали этот рейд. По выходным мы ездим по садовым обществам, контролируем, смотрим, чтобы люди не сжигали близко к зданиям, не оставляли без присмотра костры, сжигаемую траву. Ну и предоставляем, конечно же, консультации по пожарной безопасности, по требованиям пожарной безопасности. И, конечно же, не обходится без штрафов. Штрафы предусмотрены по административному кодексу, 286-я статья, нарушение требований окружающей среды, сжигая сухую траву, сжигая листья, сено и отходы садоводчества. Штрафы предусмотрены по первой статье физическим лицам от 30 до 230 евро, а юридическим лицам или ответственным лицам от 60 до 300 евро. И советы, которым нужно следовать во избежание пожаров. Хотелось бы также нашим уважаемым садоводам напомнить, что сжигать сухую траву, собранную в кучу, нельзя. Листья, сухую траву и другие отходы садоводчества. Поэтому нужно всегда предусматривать расстояние от зданий, от леса. Жечь костры можно только ближе 30 метров от здания, не меньше 50 метров от леса. Но так как у нас в садовых обществах все очень компактно, расстояние маленькое, поэтому мы всегда требуем, рекомендуем сжигать сухую траву, листья, отходы садоводчества в металлических бочках или в яме, которая выкопана в земле. И обязательно, конечно же, все эти горения присматривать, не оставлять без присмотра. К сожалению, очень часто люди оставляют еще тлеющий костер, не затушивают его до конца или так вот оставляют. К сожалению, это тоже, конечно, все приводит к возгораниям и жилых построек, и даже садовых домиков. Поэтому еще раз хочу напомнить, что сейчас же начинается у нас сезон шашлыков, самый любимый сезон для наших садоводов и не только садоводов, и жителей города. На территориях садовых обществ есть такое требование, что шашлычницы, жаровни и барбекюшницы должны быть на расстоянии не менее 6 метров от здания. Возле жаровниц, шашлычниц, барбекюшниц не должно быть никаких легко воспламеняющихся материалов, ничего не должно складироваться легко воспламеняющихся. Ну и, конечно же, большая наша проблема в садовых обществах то, что пепел, который еще считается как непрогоревший, он имеет такое свойство, как возгораться. И поэтому наши садоводы очень часто делают такую ошибку, как пепел оставляют в сгораемых пластиковых ведрах, в каких-то емкостях, высыпают этот пепел в мешки и потом это все ставят в какие-то хозпостройки, даже оставляют в жилых своих помещениях, что не раз видно, мы встречали, видели, что категорически запрещается. Основное, что нужно всегда, пепел сложить в металлические какие-то ведра, емкости и выставить на улицу не ближе, чем 15 метров от зданий. Далеко ли до беды? Думать нужно не только о своей собственной безопасности, но и о соседях, подчеркивает Светлана Маслова. Еще хотелось бы, конечно, напомнить людям быть очень аккуратными и внимательными, не только не забывать про свою территорию, но и предусматривать расстояние до зданий своих соседей, потому что были такие случаи, когда сжигали ветки, листья, сухую траву в металлической бочке, прямо возле хозпостройки соседа. В конечном итоге такая постройка сгорела, не предусматривались расстояния. Ну и так как мы проводим рейды, мы будем смотреть, как выдерживаются расстояния, как присматриваются костры или сгораемые, что сжигается, да. Ну и будем, конечно же, консультировать. Поэтому за консультациями можно всегда обращаться, звонить, и мы всегда проконсультируем. Только как можно больше хочется предоставить людям информацию, чтобы не возникали пожары. Светлана Маслова обратилась к жителям с убедительной просьбой. Начав рейды по садовым обществам, мы обратили внимание на то, что наши жители города, у которых есть садовые участки, заставляют проезды своими легковыми автомобилями. Если вдруг возникнет какая-то ситуация, пожар или нужна будет какая-то помощь, наши автомобили просто-напросто не смогут проехать, будет заставлен проезд. И мы потеряем драгоценное время. Поэтому хотелось бы напомнить нашим садоводам о своей автомобиле не оставлять на проезжей части, на дороге, чтобы наши автомобили могли легко подъехать к тому или иному участку. Садоводов также просят не засаживать деревьями и кустарниками проезжую часть между участками, поскольку это затрудняет подъезд крупногабаритной техники во время пожара, когда дорога каждая секунда.